Июнь, время выдающихся футбольных событий, в то время как в Европе происходит чемпионат Европы 2020. У нас здесь, в Харьковском лесопарке, состоялся восточноевропейский футбольный суперкубок Салтовского мясокомбината. Идеальное сочетание знаменитой СМК гриль, футкорт и футбол для настоящих футбольных гурманов. Сейчас же футбольное очень настроение у народа, и у нас. Мы смотрим по телеку футбол, классный, и здесь тоже хороший футбол. Футбол просто супер, выходной прекрасный день, люди приходят, люди смотрят. Настроение у всех футбольное, потому что популярный вид спорта, чемпионат Европы проводится. И вообще все очень здорово, хорошая спортивная борьба на поле, людям это нравится, люди собираются, общаются, и поэтому здорово, супер. Так людей тут сейчас не меньше, чем на некоторых стадионах европейских. Ну, я бы не сказал, что не меньше, на европейских стадионах побольше, но если брать на квадратный метр, может, да, может, соглашусь. Кстати, вкусная еда такая и бесплатно, то есть народ подтянулся, народ подтянулся, да? Да, да. Мне кажется, что вот если бы на чемпионате Европы, который сейчас проходит, торговые точки БСМК присутствовали, народу было бы побольше. К чему мы и стремимся. Серьезно? Да, да, конечно. А вы футбол смотрите по телеку? Постоянно, я футбольная болельщица, да. Да вы что, вот это для женщин это редкость. Да, это редкость, но я люблю футбол. И пивко, наверное? Ну, как. Для чего этот турнир проводится? Организовать, показать силу нашего СМК, организоваться самим, сплотиться как команда. И мы все за спорт любим болеть. Сегодня прислали на четыре команды. Команда из Харькова, Слатовского мясокомбината, НИКа. Команда из Черкасс, которая сейчас на поле. Команда наших партнеров, Свежина называется. И две киевских команды. Команда Кукер, это, насколько я знаю, тоже наши партнеры, интернет-магазин, там новый проект в Киеве. И команда, команда, ну она так и называется, тоже СМК, но это фирменная торговля филиала, это, насколько я знаю. Вот эти четыре команды разыграют кубок, как говорят, расколбасный, да? Как-то так. Футбольный расколбас. Футбольный расколбас, да. Кукер Киев, это что за компания такая? Это интернет-магазин, доставка продуктов за 30 минут, доставляем все свежие продукты. Любые продукты или только СМК продукты? Нет, любые продукты, ну СМК у нас, конечно, есть. И очень большой ассортимент. То есть, ваша команда тоже называется Кукер, правильно? Как и фирма. Да, да, наша команда, как и фирма, Кукер называется, да. Ты за кого болеешь? Я за пиво и колбаски. Слушай, а тут же бесплатно угощают всех сегодня. Да, да, абсолютно бесплатно. Самое интересное, тут люди, которые просто мимо проезжали, ну, там, по лесопарку гуляют, заходят, покушали сосисочек, поехали дальше. Прекрасный, обожаю салтовский мясокомбинат. А сейчас же идет чемпионат Европы. Да. Ты понимаешь? Ну, как бы ты, если сравнивать, как ты думаешь, вот не хуже же здесь у нас, да? Наверное, не хуже. По обстановке лучше. А для чего вообще такие турниры проводятся? Как вы думаете? Ну, в частности, сегодняшний. Для чего? Ну, я думаю, это всегда хорошо, когда собирается круг друзей, работников, которые работают на одной корпорации. Вот. И поднимается дух. Дух. Все время в работе быть сильнее и в спорте, в хобби всегда быть первыми и сильными. А в командах участвуют только работники филиалов СМК, да, или партнеров? Только, исключительно. Профессиональные футболисты есть? Нет, профессиональные, к сожалению, нет. Есть бывшие профессиональные футболисты, которые поиграли на хорошем уровне, на большой футбол. Вот. Так что эти люди есть, но они уже работают в корпорации. Ну, что ж. Ну, если серьезно, ты же статусный очень чувак. То есть, раз ты тут, значит, тут все круто. Тут максимально круто. Тут крутой ведущий, крутой комментатор, крутой микрофон. Да, ну, здесь мы решили подготовиться так максимально хорошо, качественно, для того, чтобы показать работникам этого комбината, что здесь, даже за спортивные мероприятия, к этому относятся очень серьезно, максимально ответственно. Вот. Поэтому решили вот так организовать. Тем более, что это только лишь начало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!